Здравствуйте! Хотели бы вы быть эдаким везунчиком в жизни? Вот почти ничего не делать, и что-то так сделал, и раз, и тебе повезло. Повезло, что-то сделал там, повезло, что-то сделал там, и повезло. Вот такой вот везунчик. От чего зависит, что вот кто-то рождается таким везунчиком, а кому-то надо работать, как этому муравью, тянуть груз, ходить на работу, что-то еще там делать, напрягаться, учиться даже тяжело. И все равно никаких результатов, да? Вы же знаете таких людей, которые учатся всю жизнь, работают всю жизнь, а денег как не было и нет. Вот что это такое везунчик? Как нам стать этим самым везунчиком? Но мы также имеем опыт, что кому-то везет, 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 а потом раз, кризис, и он погорел. И смотришь, когда-то он так хорошо взлетел, а теперь встречаешь его, а он уже смотрит в бутылку, да? То есть человек не выдержал вот этого падения, и мы смотрим на этого человека и думаем, может быть, все-таки не так плохо, что мне, ну, не было такого счастья, я во всяком случае так сильно не падал. Но на самом деле везунчиком можно стать, и везунчиком, который может остаться везунчиком всю жизнь, а не тем человеком, который, вот как я сейчас вот статистику читала, что в Литве, в Латвии, да, количество алкоголя увеличилось, потому что люди вот работают, учатся, складывают свои силы, и никак не могут добиться тех результатов, которые они планировали. Они расстраиваются, и что мы в это время делаем? Хватаем за сердце, хватаемся за таблетки, или идем мы просто другу рассказываем, как нам все плохо, выпиваем, и хотя бы на какое-то мгновение чувствуем, что все-таки, ну, что-то, ну, как-то отдыхаем в какой-то момент, да? Вот как уйти из этой вот проторенной дорожки, все время одно и то же работаешь, и никакого выхода, только некое короткие мгновения отдыха. Вот как стать этим везончиком? Знаете ли вы, что кто самый большой обманщик в нашей жизни? Что вот, да, у вас бывало такое, что вас кто-то обманывал, и вы расстраивались, вы теряли деньги, или вы еще какие-то возможности теряли, и просто расстраивались, да? Обман, он всегда так действует. Но кто самый большой обманщик? Оказывается, самый большой обманщик – это то, как мы думаем. То, как мы решаем вопрос какой-то, то, как мы планируем свою жизнь, на что мы будем работать, зарабатывать деньги. Человек, который везунчик, он тоже имеет какое-то решение, что он будет каким образом выживать в этой жизни. И его решение обычно более успешное, чем многих других, потому что ему все-таки удается быть везунчиком. Получается, чтобы стать везунчиком, надо понять, как думает везунчик, и почему ему удается этот успех. Просто вот так он что-то делает, раз вот есть такие прямо золотые люди. Что бы он ни делал, вот всегда все складывается, прямо кажется, весь мир ему помогает, и у него все хорошо. Хорошо, давайте подумаем, как нам стать везунчиком. И везунчиком мы можем стать, если мы что-то поменяем в своем разуме. А вот это и есть самое тяжелое, потому что самый большой обманщик – это наши способы решения проблем. Как мы смотрим на этот мир, как мы реагируем на этот мир, как мы реагируем на людей, и наши решения в ответ на это влияние неправильные получаются. Потому что мы можем проверить, правильно или нет, именно потому, насколько нам везет в жизни. И если нам не везет, обратите внимание, как вы думаете. Может быть, пора поменять способы мышления. Потому что вообще, как этот аппарат работает? Вот вы идете, что-то делаете, с кем-то встречаетесь, и у каждого человека вырабатывается какой-то способ общения с этим человеком, решение в таких ситуациях. У каждого человека свое решение. И когда я что-то столкнулась, какой-то новой ситуацией, что-то придумала и решила, что я делаю? Я в следующий раз опять беру готовое решение и применяю его к следующей ситуации. А потом удивляюсь, а почему мне не везет? Поэтому первый шаг, который должен сделать человек, который хочет стать везунчиком, он должен быть осознан в каждый момент. Но этого достигнуть можно специальной методикой. И эта методика описана в книге «Дианетика». Если ее прочитать и понять, и обратиться к специалисту, который поможет поработать по этой методике с вами, ваша осознанность начнет возрастать, вот эти привычки, которые вот как-то решил, вот мама говорила всегда «здрасте» говорить, и ты говоришь всегда «здрасте». Зачем ты говоришь «здрасте»? Ты уже давно забыл. Все на автомате. И чем больше человек ставит на автомат правильные вещи, правильный способ решения проблем, правильный взгляд на жизнь, как ты живешь в этой жизни, как ты видишь себя в этой жизни, это зависит от этой осознанности, которая благодаря книге «Дианетика» позволяет человеку все больше становиться везунчиком. И я задаю вам вопрос, что вы думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение, поэтому пишите в комментариях, с чем вы согласны, а с чем не согласны. И, пожалуйста, обращайтесь с этими вопросами к нам, чтобы вы хотели еще услышать интересного, и для себя что-то, может быть, вы можете применить. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...